Два месяца остается до старта одного из самых масштабных спортивных форумов Беларуси – вторых игр стран СНГ. На протяжении нескольких дней лучшие атлеты стран Содружества будут выступать в 11 городах Беларуси. Так Могилев примет соревнования по стрельбе из лука и каратэ. О том, как мы готовимся к этим играм, поговорим в студии программы «Днями». У нас в гостях начальник отдела спорта и туризма Могилевского горосполкома Дмитрий Латенков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Могилев уже принимал когда-нибудь соревнования вот такого вот масштаба, уровня? Могилев часто становился столицей всяких крупных соревнований. Два-три года назад фактически ежегодно проходили отборочные игры чемпионата мира и Европы по футболу среди юношеских команд. То есть это несколько стран, когда приезжало, это все проходило на высоком организационном уровне. При том, что проходили эти соревнования у нас на стадионе «Спартак», поэтому сотрудники стадиона, они знают, как принимать такого ранга соревнования. Но, конечно, такого вот масштаба, как «Игры страны СНГ», такого вот ранга, наверное, вот соревнования еще в городе не проходили. Как раз заговорили о спортивных площадках, вторых, «Игры страны СНГ» – это спорткомплекс «Олимпийцы» и стадион «Спартак». Как проходит обновление и подготовка к соревнованиям? Уже давно ведется подготовка этих объектов, даже не с января, а, наверное, еще с прошлого лета. Постепенно там тогда делались планы о том, что нам надо сделать, какие-то работы уже начинались, какие-то закупки проводились и так далее. В целом, можно сказать, что непосредственно для спортивной части мероприятия мы уже готовы и сейчас. Буквально даже вот в эти дни у нас проходят соревнования тестовые по стрельбе из лука, и буквально на выходных пройдут тестовые соревнования по каратэ в «Олимпийце». Что касается «Олимпийца», там полностью будет проведена в ближайшее время замена экранов, которые там существуют. Те, которые там существуют, они уже старого поколения такие. Также там будут установлены LED-панели, которые сделают эту картинку соревнований по каратэ еще более такой грандиозной. И для трансляции это хорошо, которые будут смотреть не только у нас в стране, но и в тех странах, которые к нам приедут соревноваться, да и не только, я думаю. Похожие работы проводятся и на «Спартаке». То есть мы уже, если вы обратили внимание, за последний месяц фактически обновили фасад стадиона, обновленные стены, фасадные группы, забор. А там, ну, это приличная территория, вы видели такие масштабные. Также закуплен новый экран на стадион, потому что тот, который был, он уже был тоже старого поколения. Если так грубо говорить, пикселей в новом гораздо больше и гораздо больше функционала и возможности показывать какие-то интересные видеоряды. Вот и нужную информацию для болельщиков и спортсменов. Еще нам предстоит, вот буквально сейчас тестовое соревнование заканчивается, и мы приступаем к укладке нового покрытия на стадионе «Спартак» на беговых дорожках и секторах. Это легкоатлетическое покрытие, да, оно для стрельбы из лука, в принципе, как бы и не надо. Но, тем не менее, старое у нас было уже в таком неприглядном состоянии. И проблемы были в организации тренировочного процесса, потому что, ну, такое уже старое было покрытие, и дырки там были. Поэтому его полностью демонтировали, и вот в ближайшее время будет укладываться новое покрытие, которое позволит и нашим легкоатлетам, в том числе, это вроде бы как соревнования по стрельбе из лука, но, тем не менее, это на пользу города, в том числе и для таких видов спорта, как легкая атлетика, пойдут. Потому что единственный стадион в городе, на котором было искусственное покрытие, там, где можно заниматься в летний период легкоатлетом. То есть, вот соревнования заканчиваются, мы доделываем дорожки, доделываем мелкие какие-то косметические там эти детали, которые нам остались. И, в принципе, мы готовы принимать соревнования. Ну, а что касается гостей спортивных делегаций, которые ожидаются в августе, в каком количестве, каков масштаб и где они будут все размещены? Ожидается, что в соревнованиях по стрельбе из лука, это первая часть игр, которая у нас пройдет, примет участие порядка всего 150 участников. В том числе, там, это же не только спортсмены. Вот спортсменов мы ожидаем, что будет порядка 80 где-то. Вот, ну, это и тренерский состав, это и врачи, это и средства массовой информации. Ну, все участники делегации, официальные лица тоже. На соревнованиях по карате ожидается, что будет порядка около 200 спортсменов. Ну, плюс тоже еще сколько там с ними сопровождающих лиц прибудет. Ну, порядка 300-350 человек. Мы рассчитываем, ну, считаем сейчас на эти объемы. Почему говорю, что сейчас пока рано об этом говорить, потому что заявочная кампания еще идет. Уже есть ответы от многих федераций. Вот, допустим, по стрельбе из лука на текущий момент подтверждает участие порядка 7 стран. А по соревнованиям на карате 8-9 стран где-то. Это на текущий момент. Но заявочная кампания идет до 10 июля. И еще заявки могут поступать. И федерации ведут еще работу со своими партнерами из других стран. Надо еще отметить, что мы приглашаем не только страны СНГ. Да, понятно, что у нас игры стран СНГ. Мы ждем в основном эти страны. Но, тем не менее, высылались приглашения и некоторым другим странам тоже. Проживать мы будем гостиницей Могилев. Она определено как таким основным объектом для размещения. Почему? Потому что это самая большая гостиница в городе, в которой достаточное количество необходимых номеров нужного уровня. Там также можно организовать питание, что там будет сделано. То есть все это количество участников, оно поместится у нас в одном месте. Это недалеко, допустим, для стрельбы из лука совершенно место проведения соревнований, плюс это центр города. Поэтому все будут проживать в гостинице Могилев. Но если вдруг у нас будет большое количество участников, то у нас зарезервирована также еще и гостиница «Турист» для этих целей. Что касается фан-зон и других каких-то развлекательных программ для могилевчан и гостей города, где у нас это будет организовано? Да, планируется организация фан-зоны, так называемой зоны активности, в районе сквера «Сорокалетие Победы». Это непосредственно примыкает к стадиону «Спартак» фактически территория. Будет поставлен экран, возможно, сцена дополнительная, скорее всего, звук. Организована трансляция не только тех соревнований, которые у нас в городе проходят, но в целом по всем 23 видам спорта, которые проходят в разных городах. То есть можно будет прийти, будут установлены столики, партер небольшой сделаем, разные зоны активности. Можно будет прийти, позаниматься чем-то с ребенком. Те же там столы для настольного тенниса поставим какие-то, там еще развлекаловки различные. Будет организована работа точек питания, перекусить можно будет, посмотреть. Ну и, естественно, мы постараемся насытить и культурную программу, то есть будут работать ведущие, какие-то, может быть, музыкальные номера. В настоящий момент программа разрабатывается, и буквально в ближайшее время будет утверждена. Чего бы вы пожелали нашим телезрителям? Ну, пожелать, что может пожелать спортсмену телезрителям. Конечно же, здоровья, долголетия. Всегда ставить перед собой задачи, которые вы хотите выполнить, и к ним двигаться, и добиваться своего. Ну и, конечно, приглашаю всех на игры стран СНГ в августе посетить и стадион «Спартак», и спортивный комплекс «Олимпийцы». Спасибо вам за беседу. И вам спасибо.